Ну а я напомню, с вами ритарец Зюба. РАЗОМ! Настроены, разминаются бойцы самообороны Майдана. И вот вперед вышел Игорь Артюшенко, который возглавляет вот это силовое крыло Майдана Запорожского. Ну а я с вами, друзья, Виталий Дзюба, канал ТЗС-ТВ, веду прямой репортаж прямо сейчас для вас. Смотрите, пожалуйста, сегодня 23 февраля, это город Запорожье, юго-восточная Украина. Очень большая колонна. Я напомню, друзья, вот эти молодые люди сейчас двигаются в порт Ленина. Вот я вижу даже у одного, он ей поднимает вверх, держит в руке саперную лопатку, один из активистов. Возглавляет колонну Игорь Артюшенко, глава, вернее не глава, а активист, один из главных активистов Запорожского Майдана. Грузья, я на передовой, я на передовой, друзья. Грузья, я на передовой, я на передовой, я на передовой, я на передовой. Грузья, я на передовой, 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 я на Вот этот молодой человек с саперной лопаткой. Я вам обещал его показать. Я вижу в руках молотки. Я вижу... Вот молоточки. И я вижу газовые баллончики у многих. И мелькают кастеты, друзья. Ну, я что хочу вам сказать. Конечно же, я уверен, что сейчас эфир канала Тезис ТВ, конечно же, смотрит много людей. И наверняка кто-то из представителей народного ополчения. И наверняка сейчас... Это что? Что было? Что было? Они за палками. Ну вот, бойцы решили кого-то погнать, но потом остановились. Да, друзья. Я жалею, что я сегодня все-таки не одел бронежилет. Мои друзья вчера мне настоятельно это рекомендовали, но я этого не сделал. А потому что мне тяжело в нем бегать, друзья. Потому что у меня другое оборудование, чтобы вам все это показывать. И нужно делать выбор сейчас. Либо ходить в бронежилете, либо ходить со съемочным оборудованием, чтобы вам все это показывать. И вот сейчас по проспекту Ленина движется такой гигантский отряд, друзья. Гигантский просто. Самообороны Майдана. Проходим возле Украины. Это центральный универмаг. Раньше он назывался центральный универмаг, а сегодня это торговый центр. С вами Виталий Дзюба. Я веду прямой репортаж. Это я, друзья. Я с вами работаю для вас. И вот мы подошли к улице Лермонтова. Так, друзья. Едет пожарная машина, пожарный автомобиль. Срочный вызов, видать, у спасателей. Их пропускает колонна и продолжает движение. В рюкзаках, друзья, я вижу павки у ребят. Ну и ребята готовы к наиболее... Так. Колонна останавливается. Так, я тут пытаюсь прорваться сквозь колонну, чтобы показать вам. Поступила команда остановиться. Все, стой, потихоньку, не спеши. Один за всех! Ура! Мы кроем слава! Очень быстро движется колонна, друзья. Я задним ходом все время бегу и смотрю вперед затылком. Скандируют за Борис Косич. За Борис Косич! И вот, очень динамично движется колонна в направлении... Да, вот у меня волонтер появился у канала Тезис ТВ, который готов быть моими глазами и показывать, что сзади меня. Потому что, друзья, я иду задом. Тезис ТВ не ученого. Скандируют за все время. Скандируют за все время, который будет абсолютно освещенность. МыTY, помните? Игент Dante... Кто-то своев偉 op dizer Orlando, а он один из country... Слушай, как сайт называют? Тезис.ТВ Прямая, прямая трансляция, эфир, эфир, эфир нажимаю, там, страничка эфир Вот Игорь, 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 Игорь Игорь, Игорь Артюшенко по-прежнему во главе колонны Вот ребята вооружаются шипалками с гвоздями Слава Украине! 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 Накрестное название эфир, и там откроется окошко трансляции Магина! 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 Герои слава! Магина! Пусть расшарит! Пусть расшарит по контакту, по фейсбуку Видишь меня, Пашка? Пашка, привет! Видит? Видит? Пусть в контакте бросит! Видит? 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 Магина! Видит? 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 Итак, друзья, напоминаю. С вами Виталий Дзюба. Канал Тезис ТВ. Город Запорожья. Я веду прямой репортаж. Сейчас по Запорожью движется очень большая группа, ну, я скажу откровенно, радикально настроенных молодых людей Это самообороны Майдана И вот они двинулись в сторону порта Ленина, где, по их мнению, есть какие-то тетушки Вот, ну, вооружены молотки, палки с гвоздями, кастеты есть, видел, щитами, касках Скандируют лозунги Майдана, вот Ну, тетушками, судя по всему, эти ребята называют тех, кто сегодня организовал митинг в честь 23 февраля на площади Ленина Там так называемые народные ополченцы И вот именно туда сейчас направляется самооборона Майдана Ну, а? Куда? Ну, на площади И вот начали взрывы Что это? Так, есть взрыв Произошел взрыв Пропустил я взрыв Ну, кто-то бросил гранату Постой, кто-то бросил гранату О, кто-то бросил гранату Возвращение на площади Постой, кто-то бросил гранату И вот это вот он Возвращение на площади Вот Игорь Артюшенко во главе колонны. Какая информация, Игорь? По нашей информации сегодня уже рух открыли коммунисты с атамановцами. На этот момент они просто охраняют памятник Ленина. Пытания такие, что настрои и с той, и с той стороны накручены. Пошел газ, да? Газ? Что? Газ? Переда взрыва, да? Отзыв. Передайте порядок. Ситуация зараз наступна. А рух на Днепрогесе уже отновлено. Тобто, они звезды втекли. Иди за все! Иди за все! Иди за все! Иди за все! Молчать, бля! Тихо! Тобто, рух открыт. С другого боку. Там стоят бабушки, дедушки и памятники колонны. Сейчас люди там находятся, там люди, сейчас 150 человек. Вот, позвонили. 150. Люди идут, там есть женщины, бабушки и дедушки, коммунисты. Тобто, у нас выникает зараз вам питание на обговорение. Ну, просто, мы все таки идемо, у нас будет бейка с бабушкой или с дедушки. И так далее. Отсюда направо. Або, ну, вот, питание. Мы, маме зараз принятие решение. Або мы идем, або мы скажем, что надо фиганам с ними там были. И не включайте задние. Там стоят наши матери. Там стоят жилые люди. Мы не будем сидеть раз. Первые ряды. Вы сможете идти задние, чтобы не было... Пойдем же, кто там стоят. Мы их бить не будем. Все. Все, 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 все. Организовать надо. Организовать надо. Порядок организован. Официально закончится. То есть мы боялись прокатиться у нас выйдем. Слышь. А там будут. Да. О! Пиши, пиши. Что это, что это? Что это? Что там? Да, там щиты. А, понятно. Да не спешите. Тихо, организованно. Щиты привезли. Привезла. Автомобиль привез. Подкрепление. Привезли щитки ребятам. Щитки ребятам привез. Автомобиль раздает. Вперед. Вперед. Официально избежать. Держи. Тихо, смешка. Держи. Да у вас, конечно, есть какая-то. Не всегда. Подкрепление. Держи. Надо снять. До всего. Еще нет. Все, нет? Да, люди. Открыли. Вот. Вот щитки, бойцы одевают щитки, самооборона Майдана одевает щитки на ноги, я так понимаю, защитное средство. Это самоделка, да? Это боевой опыт Майдана центрального киевского, да, вы используете? Вот такие самодельные щитки для... А у нас прямой эфир, друзья, смотрите нас на канале Тезис ТВ, прямая трансляция. Вот пока раздают щитки, значит здесь остановка колонны, бойцы Евромайдана готовятся встретиться с теми, кого они называют тетушки. Одевают на предплечье щитки и на ноги щитки. Останьте строй! Стой! Вынеси их нахуй на руках отсюда, блядь! Я по-прежнему с вами, канал Тезис ТВ, Виталий Дзюба. Я веду прямую трансляцию, это город Запорожье, друзья. Самооборона Майдана в настоящее время движется в сторону площади Ленина, чтобы встретить там своих оппонентов, которых они называют тетушками. У нас все в флотной железке, в флотном свою, в флотной железке с китами, все идут за ними остальными. Первые не бьете, бабушек, дедушек не бьем, а то это никого, ничего не это. Нас интересуют только провокаторы и тетушки. Друзья, еще раз вертаюсь к всем. По информации, она сейчас идет под войной, идем и узнаем точно. Короче, пропозиция, если там стоят бабушки и дедушки, вы просто пришли и все. Правильно? Да. Если какие-то где-то скучаются, какие-то провокаторы, ну тогда уже. Да, все, извините. Просто, я прошу, перейдите один. Друзья! 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 У нас в больных знать информацию. Есть одна информация, что только бабушки и дедушки когда все эти согласны, что просто... Нас разрывают. А где кто еще? Потому что говорят сейчас по информации вроде бы там уже все ментилитические, А туда и наши все ушли, с Майдана. Не все разошлись, кто туда, кто сюда, мы сейчас идет разрыв. Нет, стоп, я не точно говорю, там я скомандовал официально расход нашей акции. Там аппаратура у нас, и все, конечно, акций уже нет. Кто хотел, поехал домой, кто не хотел, пошел сюда. Значит, решается вопрос, если мы туда приходим, ну, потому что мы не хотим. Куда? Корт. Если мы туда приходим, и там бабушки, дедушки, тогда, конечно, ничего не будет, мы уходим. Я думаю, что мы на машинах хотели выйти. Да, там стреляли, там человек 300 бойцов, 200-300 бойцов, понимаете, мы сейчас просто... Они стоят и не знают. Это какая информация за, ну, сколько? Сколько? Ну, вот мне коллега сообщает 10 минут назад, что на площади Ленина наблюдается скопление действительно бойцов, порядка 200-300 человек. Ну, я не знаю, кто это, что это за люди, но, говорит, там действительно они перекрывали проспект Ленина, а потом разошлись. Вернее, не разошлись, кстати? Я ездил, пацаны. И что там? Где они? Где они? Где они? Давай сейчас подходим к технику. Да, да, да. Возди перекрыл его. И кто там? У них, во-первых, и травматы, и они стрелы могут быть, тетушки. А я скажу, так у нас сейчас нет... Тетушки. Нам не надо. Я Соболеву и Авакову балакал. Соболев сходил сейчас с Зловаковым, они вместе там сидят. Аваков говорит, не надо, потому что мы сейчас просто... Во-первых, мы физически сейчас проиграем. Все. Сколько нас тут таких? Что это? Мои... Извини. У меня сейчас ничего с собой нету. У них есть ножка, не стрелы. Ну и все. Куда мы идем? Подивись. Семнадцать стол. Расходимся, пацаны. Не надо, поверьте. Все. Не надо. Завтра они разбежутся. Завтра будет завтра, блядь. Я не заебал, блядь. Да мне плохо, что ты, пожалуйста. Я выебал. Ты понимаешь, нам надо сейчас выиграть и все. Вот он понимает. Мы вчера сказали, четыре автобуса... Что у тебя есть? Покажи, что тебе стоит. Не важно. Не важно. Что нужно, то есть. Автобуса титушек на Дзержинского не было никого. Толпа долбоевых каких-то. 20 человек стоял. Все. Ну я без оружия. Это все паника. Облака только толмината. Что более всего толмината. Ну вот, молодежь настроена более решительно. И не особо слушает призывы остановиться. И все-таки готова двигаться дальше. Друзья, с вами канал ТЗи ТВ. И мы ведем прямую трансляцию. Правым сектором или что кто-нибудь. Он Багдан. Я же так понимаю, никого из вас не меняю. Явно они там просто... Вы знаете, что мы говорили? Они сейчас быстро приедут и отзвонят кому-то из нас. Если мы там будем, они явно объявятся. Что решили? Вестивальный всех уже забрал. Нам нужно идти вперед. Стараться идем. Больше умеется. Мы идем и все. Мы удержим все. Что решили? Что решили? Что решили? Что решили? Вы идете, да? Итак, друзья, канал ТЗи ТВ решили идти дальше. Призывы идти дальше и колонна двинулась. Все-таки, несмотря на разведывательные данные, что на площади Ленина наблюдается скопление каких-то... Пока мне непонятно происхождение этих людей. Но их они... Вот эти ребята их называют тетушки. Тетушки. И вот решили идти дальше. Решили идти? Да. Биты появились в руках. Биты. Каски биты. Палки с гвоздями. Кастеты. Молотки. Щиты. Также одели щитки на ноги и на руки. Колонна двинулась. Друзья, с вами канал Тезис ТВ. И мы на передовой. Репортаж из города Запорожье. С вами Виталий Дзюба. Колонна в настоящее время прошла улицу Столиваров. Приближается к улице Мира. Направляется в сторону площади Ленина, к памятнику Ленину. В руках также саперные лопатки. В руках также саперные лопатки. Невчgarка! Поехали! Шмолет them! В ресторан все! Возьмите здорово! 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 Сейчас обстреливают? А кого они там обстреливают? Говорили оттуда, которые приходили, все рассказывали. Разведка должна быть. Должна быть разведка. Ни в коем случае пенсионеры не будут тронуты. Ни в коем случае. Ни в коем. Мы больше так думаем, что эти тетушки будут и стрелять и по ним, и по нам. Поэтому первая задача, чтобы пенсионеры не пострадали. Мы хотим сейчас провоцировать против пенсионеров, против людей, которые... А потом хотят, молодежь, нас выставить! Ну а скажите, пожалуйста, вы же понимаете, если вы туда придете, обязательно будет бойня? Самое главное, чтобы не пострадали пенсионеры, которые стоят за свои идеи. А мы идем за свои идеи. Поэтому их не идеи, но мы их тоже уважаем. Ну как бы все равно получается так с тактической точки зрения у вас сейчас идет наступление, правильно? С военной точки зрения. Наступление шествия. Я говорил с военной точки зрения. С политической шествия, да. С военной точки зрения мы тогда расчленим их количество людей на два лагеря. На пенсионеров, которых мы будем охранять. И на вот эту мразь, которая там находится. А ее мы будем коптать. Почему молодежь, люди выдвинулись туда? Поступила информация. Избивают людей с украинскими национальными флагами. Поджигают машины. Информация проверенная, да? Не знаю. Только что мне буквально пять минут назад позвонил брат. Говорит, по интернету слышно стрельба в районе Портавельева. Вы упали от машины, это достоверная формация. Достоверная формация. Друзья, понял. Колонна проходит мимо здания Запорожской мэрии. Мы находимся сейчас на бульваре Шевченко. Не трогают. Не трогают. Не описывают. Культурно все идет. Не бьются стекла. Потому что это громады. А вот где громадянные громады. Проходит колонна мимо Запорожской мэрии. Ну, мэрию не трогают. Идут дальше. Цель этого гигантского отряда самообороны Майдана достичь площади Ленина. И там встретятся с так называемыми тетушками. По данным разведки, тетушки сейчас там находятся. Как вот говорят активисты. Вот я только что с оперной лопаткой чуть не получил в голову. Ну, моя просто... Такое... Плохое мое качество, что я стремлюсь сюда быть первым. И бежать, чтобы вам показывать картинку. И вот когда активист махал, махнул так... Ничего нормального. Вот разведка, разведка, да? Что говорят? Там оружие. Там оружие, да? Это проверенная информация, да? Вот разведка отряда самообороны Майдана только что сообщила, что туда, куда они идут, это порт Ленина. Там наблюдается большой отряд. И они вооружены... Вооружены... Даже огнестрельным оружием вот ребята сказали. Ну... Друзья, что я вам могу сказать? Конфликт налицо. Обязательно он будет. Я надеюсь, что у меня все нормально с аккумуляторами. Потому что, если кто меня слышит... Я имею в виду тех, кто меня знает, это мои товарищи. Я очень вас прошу, помогите мне сейчас в трансляции. Пришлите мне, пожалуйста, в район площади Ленина автомобиль, в котором есть USB-порт. USB-порт для зарядки, для подзарядок. Потому что мне кажется, что впереди у нас еще много времени для нашей работы. Чтобы вам все это показывать. Меня зовут Виталий Дзюба. Канал Тезис Ти Ви. Город Запорожья. Мы ведем прямой эфир. Вот во главе колонны уже представители организации НКН. НКН, Запорожское отделение. Это десантники. Также к колонне присоединился общественный активист Майдана Запорожского Богдан Василенко. Богдан, ты вооружен? Не опасен, не господи. Нет. Почему? Развлазмерные воры. Уже там товарищи вооружены, но это я считаю уже последняя отрыжка режима. Но здесь же тоже вооружены. Палками. Палки против оружия огнестрельного. Это странное вооружение. Но у ребят я вижу палки, молотки, кастеты, биты. А там огнестрел. Поэтому мы идем туда не для того, чтобы драться. Слушай, вот ребята афганцы пройдут переговоры и пытаются их поговорить. Ну конечно. Афганцы там. Афганцы и тут тоже. И тут тоже. И там, да. Я Зарва сегодня видел там. Зарва был. Наше дело, чтобы все разошлись и все было мирно. А то, что там наши машины уже лупят. Причем женщины. Машины женщины. Это нам непонятно. Магнитать не стоит. Наоборот, буквально дня три все устаканится. Потому что эти три дня прошли хорошо. Друзья. Колонна перешла. Вернее, ступила уже на площадь Поляка. И впереди у нас по курсу проспект Металургов. Ну вы слышали, только что комментировал ситуацию Богдан Василенко, общественный активист. Он говорит, что это мирная акция в них. И по его данным противник вооружен огнестрельным оружием. И поэтому на этом фоне то, что у самообороны Майдана... А вы на чем? А мы в маршруточке поехали. А, я понял. Садятся аккумуляторы у меня. Хотел подзарядить. На фоне того, что противник вооружен огнестрелом, то то, что у парней биты щиты, каски, кассеты, молотки, саперные лопатки... А Богдан считает, что это совсем не идет ни в какое сравнение с вооружением противника. Вот НКН вызывается стать переговорщиками. И предлагают выступить в роли переговорщика. Друзья, я по-прежнему с вами. Это Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ. Ну, на площади Поляков в Запорожье сейчас колонна остановилась. Там проходит какое-то, наверное, совещание или согласование дальнейших действий. Кричат лозунги. Ага. Ну, сейчас, наверное, двинутся дальше. Я подожду здесь, я не буду подходить, потому что, мне кажется, сейчас они пойдут. Ну, а здесь вот головной дозор. Шествие здесь Богдан Василиенко. Ждут. А что решают, Ванан? Там кто-то сейчас есть из ваших? Наших нет. Разведка есть какая-то? Когда подъехали женщины и машины побили, они просто едят. Виталий, Виталий, пожалуйста, на Фейсбуке. Это эфир у нас, нас смотрит весь город. Неиспособное население организовывается у себя на местах. На местах. На дружине, да? Да. Делает свои дружины. Призыв к мужчинам, я так понимаю. Совершенно верно. Неиспособным мужчинам. И которых есть подготовка. Которые охраняют свои дома от мародерства, от посягательства на общественное имущество. Тем, чтобы оттуда выкреслили... 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 Да. Готовы взять на себя руководство оперативное, да? Помимо прочего, это люди должны стать в основе местного самоуправления. Да. С тем, чтобы потом не говорили, там, к нам это экспортировали, там, допустим, вендеровцы, там еще. Мы вместе живем в этом городе. И нам думать о том, какой будет город. И кого выберут. Юлю, там, Витю, Сашу, Петю. Не важно. То есть мы здесь... Я понял, понял. Эфир у нас. Эфир, я понял. Ну, вы слышали, да, друзья? Такой призыв создавать отряды на местах, ячейки самообороны. Потому что в городе действительно критическая ситуация сейчас. И вот сказали, чтобы мужчины, которые готовы, готовы, начали создавать какие-то вот такие отряды гражданской обороны. Охранять имущество от мародерства, ну и так далее. Что решили? Идти дальше? Что решили, идти дальше? Друзья, с вами Виталий Цюба. Канал Тезис ТВ. Мы ведем прямой эфир. Это город Запорожье. 23 февраля. Решили идти дальше? Да. Ну вот. Они вообще не взяли. Друзья, значит, самооборона Майдана сообщает, что решили идти дальше. Их уже ничего не остановит. Они продолжают свое движение в сторону площади Ленина. Где, по их информации, большое скопление тетушек. Они задолбали останавливаться. Все время кто-то пытается остановить колонну и объяснить, что не надо идти, да? Да, надо просто дойти. Хотя бы дойти, да? Если будут бабушки держат, их никто не тронет. Разведка должна быть. Где разведка? Что говорит разведка? Что людей обстреливают. Ну понятно. А численность группировки. Вооружение. Романтическое оружие. Ворога. На октябре. Немец. Синихурка. Немец. Синихурка. Продолжение следует... Друзья, я обращаюсь к тем, кто меня знает. Город Запорожье, Виталий Дзюба. Пожалуйста, мне нужна машина в район площади Ленина для подзарядки аккумуляторов. Мне нужна машина с USB-портом, чтобы я мог подзарядиться. В машине должен быть USB-порт для подзарядки моей аппаратуры. Продолжение следует... Если кто-то может прислать машинку такую, которая может где-то там постоять со мной, подежурить еще пару часов, хотя бы, как минимум. Пожалуйста, наберите меня. Я обращаюсь к тем, кто меня знает. А значит, вы знаете мой номер телефона. Вот Игорь Зубко пытается остановить колонну. Игорь Зубко останавливает колонну. То есть это ложная информация, да, Игорь? Да, да. Вот Игорь Зубко сообщает, что информация ложная была. Никто ничего не переворачивал. И вот он пытается остановить колонну. Но колонна не слушает. Продолжает движение. Игорь Зубко сообщает, что на площади Ленина мирный митинг. Там ничего нет. Там мирный митинг, да, Игорь? Там ничего не слушает. Друзья, но Игорь, они слушают. Продолжают движение. Игорь, они слушают. Вот вы теперь понимаете, что такое, друзья, разведка. Это я обращаюсь к тем, кто знает, что это такое. И для чего разведка нужна. Но, к сожалению, как я понимаю, общественника Игоря Зубко не слушается. И продолжается движение. Просто у меня очень нехорошее предчувствие. Учитывая настроение у оппонентов и с одной, и с другой стороны. И напряженность, которая сейчас есть в городе Запорожье. У меня какое-то нехорошее предчувствие, друзья. Пусть я буду ошибаться, и меня сейчас интуиция подбудет. Я бы очень хотел в этом ошибаться. Вот Игорь Зубко пытался сообщить, что там якобы на площади Ленина мирный митинг. Там нету вооруженных людей. Но не поверили. Идут дальше. Простяюсь, Валера. Так. До отдельной команды. Понятно? Сразу. Мужики, до отдельной команды. Я расскажу, как применять. Понятно? Чтобы не звучать. Простяюсь, чтобы включить трансляцию. Нормально, непоприятно, что вы не расслабили. Вы не знаете, что это место серьезное. Срочно включить трансляцию. Нужна будет помощь. Мне нужна помощь. Причи трансляцию. Мне нужна, чтобы кто-то пришла в машину в район площади Ленина, съездить партончик. Анатолик меня очень подводит. Погорел. Стали. Вы журналисты. Бежи сразу где-то отводи в сторону. Я не могу командовать журналистами сейчас. Не-не. Дам. 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 Чуть-чуть где-то с направления, чтобы они не попали под теплом. Да? Под толпи. Саш. Ну. Где-то тут. Посмотри, Сар. Пойди. Здесь не те журналисты, которые понимают, что происходит. Кроме меня, наверное. Без обозначения. Кроме тебя. У кого есть понимание, что сейчас происходит, здесь в основном гражданские журналисты. Они нет подготовки никакой. А я понимаю прекрасно, что сейчас будет. Там ничего не будет. Там никого нет. Не будет. Посмотри, пожалуйста, я подпал. Есть. Она только задает. А не только пойдет. Пойдет. Друзья, ну мы по-прежнему в эфире. С вами канал Тезис ТВ. Прямой эфир. Нас смотрит сейчас уже очень много людей. Колона подходит к проспекту Металургов. Впереди площадь Ленина. До площади Ленина остается, ну, где-то порядка одного километра. Ломают лавочки, да? Да. Вот. Сама оборона Майдана срывает с лавочек палки. Ну да. Крым. Как пугай. Как пугай. Это сейчас. Как пугай. Если беды. Нет. Эфир. On. Нет. Здесь. Что? Здесь. Ск terrない. На. Красный свет, все останавливаются Красный свет, все останавливаются, пропускают транспорт Это город Запорожье, друзья, канал Тезис ТВ ведет прямую трансляцию Мы переходим проспект Металургов и направляемся к площади Ленина На площади Ленина, по данным ребят, есть тетушки Хотя вот только что Игорь Зубков приехал оттуда, сообщил новые разведанные Говорит, никаких тетушек там нету, там мирный митинг, никто там не вооружен Ребята не верят и идут, и все-таки решительно наступают вперед Чудо-то там, кто там заходит, что поможет Это сформованная полная, самообороны Вот Игорь Зубков подъехал. Все нормально, все нормально, все нормально, все там хорошо, вперед. Там короче, по информации, я там тебе пишу. Ты разведал, да? Атаманов все еще разбеглись, разцепнули. Стоит много ментов без оружия, но они, грубо говоря, на этот момент там залишилось людей 52-8 лет, и местные решили. Все. То-то, ну... Ну вот сама только что Игорь Артевщенко подтвердил слова Игоря Зубков о том, что якобы никаких вооруженных людей на площади Ленина нет. Я продолжаю прямой эфир, друзья. Сейчас, секундочку. Стоять! 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 Все! Стоять всем! Человек с пистолетом. Стоять все! Человек с пистолетом. А что за пистолет у вас? Зачем? А зачем? Зачем пистолет? Зачем пистолетом. Друзья, прямой эфир. Канал ТЗС-ТВ. Только что мы с Димой отбили этот самый. У Китушни, блядь, биты. Сами пиздюлю получили, но мы отбили биты. Стой! Они покупали магазин строй. Мы на этом самом... Да выехали герошники. Магазин закрыт. Магазин закрыт. Хозяин присутствовал при этом. Он закрыл магазин. Короче, вот такая ситуация. Мы им не дали. Все черенки вернули в магазин. Чтобы не было, что мы грабили. На Ленина сейчас, смотрите, вот так вот. Вот так вот перекрыли. Перекрыли милицию. Перекрыли милицию. Перекрыли милицию. Все. Только что. Все, давайте. Все, давайте. Вы решаете идти дальше, да? Все-таки? Несмотря на эту информацию, друзья, сама оборона Майдана продолжает идти дальше, разворачивается в боевой порядок и вперед выводят людей с щитами. Деревянные щиты, она их выводит вперед. Ну, а колонну возглавили представители организации НКН. Никто Крым нас. Это запорожские десантники. И вот они такую миротворческую на себя миссию берут. Они предложили выступить переговорщиками между оппонентами. И вот они хотят первыми вступить в переговоры с противоборствующим лагерем. Ну, хотя противоборствующий, наверное, пока я не корректен в этом высказывании, потому что в данном случае активность проявляет самооборона Майдана. Итак, остается 500 метров до места назначения, до площади Ленина. С вами Виталий Зюба, я веду прямой эфир. Друзья, я с вами. Сама оборона вас просто будут провоцировать. Артём, Артём. Вас просто будут провоцировать. Виталий Зюба, Артём, Артём, Артём. Расслёг, Артём Что там будет? Ну, друзья, и кто к нам присоединился, я напомню. Значит, самооборона Майдана идет в сторону площади Ленина. Значит, вооружение самообороны. Это палки, штакетник, планки от лавочек. Было сорвано несколько по ходу лавочек. А также от строительных палет. Доска с гвоздями. Ну, также есть биты, есть саперные лопатки. Защитные это шлемы, каски, щитки на ноги, щитки на руки. Вот такое вооружение. Ну, а по данным ребят, впереди у них противник вооружен огнестрельным оружием. Хотя, вместе с этим, эту информацию уже несколько раз опровергли те, кто возвращается с площади Ленина и докладывают самую свежую развединформацию. Но, тем не менее, у большинства все-таки убеждение, что впереди противник вооружен огнестрелом. Мы продолжаем прямую трансляцию. Остается около 300 метров до площади Ленина. Это около, всего лишь, несколько минут пешим ходом. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Меня будет хорошо слышно. Всем! Подходим к городелу. Щиты обозначают границу. За щиты никто не выходит. Я с двумя своими бойцами иду на переговоры. Чтобы они убрали всех оттуда. Парни, вы не знаете, что такое. Везти домой бойца погибшего. Поняли меня? Да! Молодцы! Щиты держат границу. Если они не согласны, они сами виноваты. За щиты без нашей команды не выходить. Не выходит. И никто не поддается на провокации. Чем понятно? Да! Друзья, я ничего не комментирую. Вы сами все видите и слышите. А вы оттуда, да? Да, только что туда подъезжал. Все там нормально. Никаких не тушать, я там не увидел. Говорите, громче. Сейчас прямой эфир. Очень важна информация точная. Надо остановить толку. Бой не может быть. Друзья, я на передовой с вами. Виталий Дзюба, канал Тезис ТВ. Горячий репортаж из города Запорожье. Все, что вы видите, происходит сейчас. За щиты, я сказал. За щиты назад. За щиты зайдите. Не надо бежать вперед. Вот активист Олег хочет найти. Требует Александра Патамана. Вот он сказал, что хочет видеть Патамана. Итак, друзья, мы на площади Ленина. Что здесь? Я хочу показать вам, чтобы вы видели первыми. Много милиции. Милиция полностью оцепила площадь Ленина. На которой в настоящий момент перед памятником Ленину совсем небольшая группа людей, я вижу. Сейчас мы туда ближе подойдем. Колонна остановилась. Самооборона Майдана остановилась. Щиты вперед. Стойте. Четы вперед. Уйдите в строй. Никто не везет, не знает. Хватит советников. Как говорил, делаем. За щитами все стоят. Ухожу я и два человека со мной. Вопросов нету. Правильно? Держите всех, чтобы Виталий взорвался. Виталий Контрей. Виталий Контрей. Виталий Контрей. Все, пошли. Валера, держи. Друзья, я отправляюсь с группой переговорщиков. Канал ТЗС-ТВ идет с группой переговорщиков. Куда это? Все там, нахуй. Пока колонна здесь остается, они здесь ждут. А мы идем на переговоры. Все, ребята, один. Нет, один. Один только. Итак, Италия, иду только я с переговорщиками, друзья. Ребята, стоп, стоп, стоп. Держай струк. Сейчас стараемся сдержать. Там кто-то есть из других? Да там иди деды. Подожди. Подожди. Стоп, стоп, ребята. Отойдите отсюда, молодцы. Уберите всех лишних. Кто-то один должен говорить. Говорит кто-то один. Значит так. Давайте так делать. Убирайте их. Они сейчас будут разжарающими пахарами. Я их иду сюда. Должен убедить, что здесь никого нет. Они тетушек там называемых. Никого. Мы. Раз, два, три. Пойдем. И я. И Тезис ТВ идет. И я остаюсь здесь. Все. А ты не губерной бойся. Там есть активисты, которые уведомлены, что их надо удержать. Мужики. Уберите всех лишних жовных. Они будут нам мешать. Журналисты, ребята, там будет перейдите. Сейчас пойдем. Итак, мы идем с группой переговорщиков, друзья. Уберите. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Надо убирать дедов. Надо убирать дедов. Я их не удержу. Андрей Долиный, заместитель начальника ГОРУВД Запорожья. Давай, иди. Так, все. Это это только за мной. Все, все, все. Все. Друзья, итак, группа парламентеров от самообороны Запорожского Майдана, которая достаточно серьезно настроена, пришла колонной, огромной колонной. Ну, смотри, что делается. Ну, куда. И вот мы идем с переговорщиками. Переговорщики – это представители Запорожского отделения НКН. Десантники, они идут вот сюда, на переговоры с теми, кого называли тетушки. Мы на площади Ленина. Кого-то надо ответственного, одного, кто может вести переговоры. Давайте так вот, еще раз, с кем я могу поговорить. Кто старший? Ребята, мне все равно, с кем я могу поговорить. Кто старший? Ну, вообще, там нет lace ваку. Смотришь, сука. Мы мероприятие! Мы стати. Мы стати ем.